Вот он молодой механик за 11 долларов в неделю. Трудился он по 10 часов в день. Приходя домой, он часто полночи работал у себя в сарае, пытаясь изобрести новый тип двигателя. Его отец, фермер, был уверен, что юноша зря тратит время. Соседи считали его сумасшедшим, все над ним смеялись, и никто не верил, что из него что-то получится. Никто, кроме его жены. Она помогала ему по ночам работать в сарае. Зимой, когда рано темнело, она держала над ним керосиновую лампу. Руки ее семнели, зубы стучали от холода, но она так верила, что его двигатель будет работать, что он прозвал ее верующим. После трех лет изнурительного труда в старом кирпичном сарае, они, наконец, добились своей цели. Однажды соседи услышали доносящиеся из сарая странные звуки. Подбежав к окнам, они увидели, как этот чудак и его жена тряслись по дороге в коляске без лошади, катившейся самой по себе. Им удалось доехать до угла и повернуть назад к сараю. Мотор работал. Чудака звали Генри Форд.